Так, секунду, через минутку начнем, ссылку раскидываем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 он понимал что столько не нужно до всем продал пакет но реально снимали три человека все остальные просто бегали с включенными камерами и не записывая ничего просто включенная камера для массы для кучи вот я конечно такой подход не приветствую это какой-то степени обман до людей то есть если ко мне по занятам на светосто там и на сватовстве будут 50 человек и они когда 6 камер им не продам да как бы они того не хотели 6 камер я туда не продам ну потому что нет смысла но как вам сказать это только если клиент попросит я хочу 6 на сватовство мне все равно там они нужны или не нужны я хочу 6 я вот продам им уши но так чтоб сама самому глядя клиенту в глаза сказать что вам необходимо 6 операторов на сватовство где 50 человек нет я такое не скажу потому что это обман в этом смысла нет туда в этих в этом количестве оператора смысла нету поэтому обманывать конечно клиентов не стоит если вы знаете как улучшить съемку с дополнительным оператором да вы можете предложить и эту идею надо клиентом озвучить до для чего вам нужен дополнительный оператор зачем почему если вы это озвучите клиенту будет понятно за что он переплачивает что он в пакет еще дополнительно получит и так далее поэтому здесь есть вот такая связь да и и количество операторов опять это умение коммуницировать с людьми очень важная тут зависит уже не от ваших профессионалов ну может зависеть не только от ваших профессиональных умение качества может зависеть от просто вашего умения разговаривать с людьми плюс вы должны вы должны четко понимать на что способен каждый из ваших оператор вот вы должны понимать кто что умеет что может потому что и когда вы будете распределять задачи на каждого оператора вы должен с уверенностью это делать зная что вот это оператор со своим заданием точно справиться да поэтому лучших видеографов мы оставляем в центре всех остальных мы можем распределить по флангам и так отработать тогда результат будет лучше опять если вы сделаете это неправильно лучших по переместите в центр а остальных на фланге это будут у вас проблем вот теперь стандартное распределение я вам объясню как и я делаю распределение да и объясню как делают другие люди как приблизительно работают другие да и я объясню свою точку зрения тоже где-то до 100 человек до 100 человек можно работать вдвоем спокойно если вы умеете и знаете как это делать до 100 человек два оператора полностью перекроет съемку улучшить можно эту съемку можно третьим оператором четвертый уже будет лишним здесь четвертый будет лишним опять все должно быть оправдана каким-то образом должно быть оправдан можно на 100 человек конечно взять многокамерную какую-то съемку пятикамерную да но опять каждый должен отвечать за определенный тип плана да потому что допустим кто-то снимает на 400 миллиметров вы когда-нибудь снимали на 400 миллиметров на фиг все вот может у одного быть такая задача это узконаправленная задача и как бы с этой задачей никто но нахлёстываться не будет то есть ни один другой оператор не не будет снимать 400 миллиметров там соответственно совершенно другие кадры совершенно другой ракурс размытия и так далее так далее эти кадры будут не похожи на все остальные поэтому его как бы вот этого оператор можно отдельно вынести до независимо от всех остальных то есть главная задача это не мешать друг другу и увеличить количество одну разноплановых кадров это главная задача не мешать друг другу и увеличить количество разноплановых кадров вот и от многокамерной съемки требуется это то есть среднем До 100 человек, это 2 оператора Там 200-300 человек, это 3 оператора 400 человек, 400-600 человек, это 4 оператора И 600, там 1000 и выше, это уже идет 5, 6, 7 операторов Причем, когда я говорю операторов, видеографов, туда коптер не входит Коптер считается дополнительной камерой, работает он всего час-полтора в день Он на общую съемку, но особо никак не являет Его кадры в конечном итоге будут в сумме где-то 2-3 минуты занимать Поэтому коптер как отдельную камеру мы здесь не считаем Нам нужны камеры, которые работают на протяжении всей съемки, весь день И вот именно эти камеры мы с вами и считаем, когда набираем команду Коптер это дополнительная съемка, мы ее как бы не включаем в мотоспися Поэтому 100 человек это 2 камеры 200-300 человек это 3 камеры 400-600 человек это 4 камеры И 600-600 человек это 5, 6, 7 камер и так далее Вот Две камеры за 60 и две камеры за 30 Ну есть разная съемка, да Вот у меня 2 камеры 65 стоит Люди совершенно по-разному воспринимают свадьбу, снимают и монтируют свадьбы Тоже по-разному Допустим недавно Один из знакомых видеографов, говорить не буду кто Снимал съемку, нашу съемку снимал, семейную И Вот Ну такой случай, да Не знаю, хороший или плохой Но опять это что-то же говорит оператор Я вижу, он зум поставил на колонку То есть вы знаете, что я зум на колонку никогда не ставлю У меня зум на штативе всегда Там в 2-3 метрах и смотрит на колонку Да, то есть 2 канала на микрофон и я пишу на зум Ну Сейчас не зум, сейчас таскам, да 2 канала я пишу на микрофон и 2 канала чистый звук с пульта пишу Вот Человек пришел на съемку Установил зум То есть он писал тоже 4 канала, вроде бы все правильно, да Но зум кинул на колонку То есть там уже звук с микрофона будет такой странноватый немножко И Почему-то он к пульту соединиться не смог что ли или не знаю Но он писал входной только один канал То есть с пульта он писал один канал И я просто в течение праздника один раз заглянул к нему в этот рекордер Я понимал, что с микрофона там вряд ли что-то хорошее выйдет уже Потому что он неправильно стоит И звук с пульта пиковал Был автоуровень или что-то, я не знаю Но я уже понимал, что там будут перегрузы Я понимал, что там будут перегрузы То есть человек даже в течение всего этого мероприятия Ни разу не подошел, не проверил Не удостоверился, можно ли решить проблему с перегрузами И почему звук пишется так Я не знаю Знаете, вот у меня есть второй оператор И есть надежные вторые операторы Есть такие 50 на 50 Ты предполагаешь, что он может там с зумом накосячить Поэтому когда ты в зал приходишь, ты обязательно проверяешь звук Есть оператор, который никогда не забывает, допустим, включить зум Установить нужные параметры Выставить его там как надо Как я хочу на съемке Вот есть операторы, которые всегда делают все правильно А есть, в которых я сомневаюсь И поэтому, когда я прихожу в зал Я иду, смотрю на зум, как он установлен Идет ли запись, какие параметры там стоят Будет ли пиковать, не будет И в течение свадьбы я могу еще несколько раз этот момент контролировать Я проверяю, потому что я ответственен за результат С меня спросят Мне будет намного сложнее монтировать С оригинальным звуком Или там искать потом эти песни в интернете И накладывать и так далее Это же дополнительная нагрузка на монтажера Вот поэтому мне нужно, чтобы там на съемке Уже все решилось так, как надо Чтобы монтажер вообще не парился Просто за один раз всю свадьбу закончил Одним проходом Вот Поэтому Есть вот операторы, которые вроде и говорят Там 20, 30, 40 тысяч, да Но у них постоянно где-то что-то проваливается То есть какую-то задачу они выполняют не очень хорошо, да Или там полностью на автофокусе Авто-ИСО работает Когда там против света выходит Там все проваливается в тень Вот Или со звуком вот такая ерунда у них происходит Короче, нюансов может быть много Менее ответственные люди Боятся говорить высокую цену Менее ответственные люди Боятся говорить высокую цену Конечно, результат Может Опять, вот смотрите Может ли дорогая съемка Может ли дорогой видеограф Снять так же, как и Ну, может ли дешевый видеограф Дешевый Снять так же, как и дорогой В некоторых случаях Может То есть результат будет одинаковый Но дорогому ты даже больше, да, денег Но ты это предугадать не можешь То есть Слабый видеограф Он может там Ну, психануть и снять хорошо, да А хороший видеограф снять плохо уже не может Вот Поэтому, вот это вы как бы платите за гарантию, да, за гарантию хорошего результата Вы отдаете больше денег хорошему видеографу И вы знаете, что он, ну, в любом случае Не накосячить, там, у него пол свадьбы не пропадет Он там звук с камер вам не использует с кучей шумов и так далее, да Вот это, за это вы платите, как бы, хорошему видеографу Вот, поэтому сумма может быть разная Но вот качество работы, ответственность У дорогих видеографов всегда вот этот план выше, да Вы ему платите И вы знаете, что вы четко получите там Съемка, оформление, хороший звук Четкие голоса на съемке Там хорошую картинку, детализированную Не дерганные какие-то планы Статичные, ровные Все будет, ну, гораздо более приятнее, да Чем вот дешевый оператор, который носится там Страхосным стабилизатором И человек не успевает там кого-то разглядеть Он уже пробежал там, ушел в другую сторону И так далее, вот То есть, в основном Еще есть такой момент, что Дешевые видеографы, они работают на себя Они больше работают на собственную раскрутку, да То есть, дорогие видеографы, они работают на клиента Они четко понимают, что им надо снять Как снять и так далее Мы работаем на результат Дорогие видеографы работают на результат Для клиента А дешевые, они работают Вот мне нужно хайпануть Там мне нужно снять какой-то ролик Быстро на инстаграм Есть люди, которые приходят на свадьбы Чисто, чтобы снять себе ролик на инстаграм И так далее Ну, это опасные видеографы Потому что Да, они могут сделать Какую-то неплохую съемку Но чаще всего Этот эгоизм, эта ответственность То есть, безответственность Да, может привести К нехорошему результату И так, по поводу двух, трех, четырех камер Вот стандартное распределение операторов Я уже расписал Поскольку операторов Где должно быть Теперь, как этот момент Вы должны объяснять клиенту Допустим, у нас есть Двухкамерная видеосъемка И есть фотосто Обычно фотосто Тоже, как и свадьбы У нас бывает без пауз Обычно у нас так проходит Возможно, там Где-то в России В Армении В других каких-то странах Бывают какие-то получасовые паузы Люди ничего не делают И в таких местах Ты можешь Позволь себе Одного видеографа То есть, во время пауз Ты наснимаешь перебивок А во время Какого-то действия В центре зала Ты можешь снимать Только вот этот центр зала То есть, тут можно Обойтись одним оператором И результат будет Вроде бы неплохой Но за что будет отвечать Второй оператор Если он будет То есть, когда нагрузка выше Когда никаких получасовых Перерывов Пауз На мероприятии Не бывает Здесь, соответственно В центре зала Постоянно что-то происходит То есть, постоянно Какое-то Движение В центре зала Присутствует Там говорит Тамада Говорят Тасты Танцы Танцуют Выступления Артисты И так далее Что-то в центре Постоянно происходит И вот вы клиенту Когда объясняете Что вам нужен Второй видеограф Для этого дела Вы должны Ему объяснить Вот так У вас постоянно В центре Что-то происходит То есть, если у нас По таймингу мероприятия Никаких пауз Не предполагается То Желательно Чтобы Желательно Чтобы в центре Постоянно был Какой-то человек Но если в центре Будет постоянно Человек снимать Основной сюжет Кто-то должен Снимать Людей за столами Сидящими Тасты Возможно Где-то за столами Тоже люди говорят Поднимают тасты Может быть Говорят даже Пожелания Может быть Даже Кто-то выходит На улицу Во двор И так далее Там тоже можно Что-то снять Интересное То есть, вот Второй оператор На таком мероприятии На сватовстве Он придает Объем Дополнительный Материал Который Не сможет Снять Первый оператор Вот Это очень важно Мы сначала Распределяем Видеокамеры То есть Видеографов Так, чтобы Охватить Больший Объем Материал То есть Снимаем сначала То, что не может Снять этот оператор А уже Если Допустим У нас Две камеры Одна снимает Только центр Второй Снимает Людей Пожелания Что-то со стороны Возможно Если там Он всех обошел Он может Уже Подключиться В центр Снимать Какие-то Крупные Средние Планы И так далее То есть Тут Уже Будет Как Где-то Совместная Съемка Но если Людей Будет Многое Там Движухи Какой-то На стороне Многое Вот этот Второй Оператор Он может С центром Просто Не подключаться Он будет Работать По кругу Вне Центра А второй Оператор Будет Работать С центром И мы Получим Материал Который Ну никак Между собой Не будет Совмещаться Не дублируется Материал То есть Мы получим Больше Количества Материала Который Мы сможем Последующим Как-то Объединить Смонтировать И Это будет Выглядеть Более Объемно То есть Не просто Танцы И пожелания А там Еще Какие-то Напутствия Со стороны Съемка Людей Сидящих Улыбающихся Обнимающихся И так далее И так далее То есть Какие-то эмоции На стороне Человек тоже Может снять И с этим Все будет Нормально Вот А теперь Если Можно ли сюда Включить Третьего Видеографа То есть У нас Аморство Товсту Третьего Видеографа Если Клиент Захочет Или Как бы Если Будет Достаточно Серьезное Мероприятие Там Высокопоставленные Какие-то гости Программа Сверх Какие-то Приглашенные Артисты С Москвы Но Бывает На маленькие Мероприятия Такие Гости Тоже Поэтому Если Вдруг Вы Узнали Попали На такое Мероприятие Но Заранее Узнали Об этом Вы Можете Продолжить Сюда И Третьего Видеографа Тоже Четвертый Ну Вряд ли Здесь Будет Усложнить Можно Любую Съемку Если Вы Знаете Как Использовать Дополнительного Оператора Усложнить Можно Любую Съемку В любом Месте То есть Если Допустим Как я Усложняю Съемку Да Если Клиент Хочет Я могу Усложнить Съемку Допустим На Сватов 100 Мы Можем Добавить Третьего Видеографа То есть Один Снимает Только Людей И Пожелания Во дворе Все остальное И он Постоянно Работает В этом Плане И Один Снимает Постоянно В центре Вот Мы Берем Третьего Оператора На 100 Человек Что делать С третьим Видеографом Теперь Третий Видеограф Попадает В центр Вместе С первым Получается Два Видеографа В центре Один На стороне Идеальное Распределение Вы Получите Более Комфортные Смены Планов То есть Если Когда Человек Один В центре Стоял Он Снимал Только Средние Ростовые Планы В основном Да Вот То Когда Появилось Два Оператора Один Уже Снимает Общий Второй Снимает Средний План Опять Мы Получаем Планы Которые Дополняют Друг друга И Не Дублируют Друг 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 То есть Нет Никаких Дублирующих Планов Мы Не Снимаем Одно И Тоже Потому Что Боимся Потерять Там Флешку И Тогда Такого Никогда Не Бывает Мы Снимаем Планы Которые Усиливают Улучшают Наш Монтаж Поэтому Когда Появилось Два Оператора В Центре Которые Постоянно Находятся В Центре И Снимают Мероприятия Один Снимает Общими Планами Второй Снимает Средними Средними Это По По Колену Вот Может Быть Даже Второй Где-то Снимает И Крупные Планы Тоже То есть Тут В этом Случай Мы Получаем Как Б Трех Камерную Съемку И Она Будет Опять Не Будут Никаких Дублирующих Планов То есть Ни Первый Оператор Не Снимает Те же Планы Как Второй Не Второй Снимает Те же Планы Как Первый И Так Дальше Правильное Распределение Видеографов Это Когда Вы Задаете Каждому Персональную Задачу Такую Чтобы У вас Не Было Синхронных Каких-то Одинаковых Идентичных Планов Такого Быть Не Должно То есть Это Страховка И так Далее Это Неуверенность И Неправильная Ваша Работа Если Вы Боитесь За Кого-то Потерять И так Далее Это Просто Неправильное Распределение Сил На Съемки Поэтому Когда Вы Делаете Распределение Тех Задания Видеографом Раздаете Вы Должны Четко Понимать Чтобы У вас Видеографы Снимали Ну Комфортные Для Монтажа Планы То есть Общие Средние И так Далее Чтоб Каждый Отвечал За Свою Задачу И Чтобы Они Не Мешали Друг Другу Это Тоже Обязательно Потому Что Увеличение Количества Операторов Не Должно Вести К Тому Что Вы Получите Там Два Три Видеографа В одном Кадре И Они Будут Стоять Там Где-то Напротив Вот Это Все Вы Должны Учитывать Как Главный Оператор Должен Распределить Задания И задачи Так Чтобы Вообще Других Видеографов Не было Видно Теперь Вот Как Снять Трехкамерную На Сватовстве Я уже Объяснил Опять Сватовство 100 человек Два Оператора В центре Они Оба На Моноподах Третий Оператор Снимает Людей Сидящих Стоящих Во дворе Пожелания На микрофон На петлички Все это На стороне В центр Зала Никак Он не Обращается Второму Оператору Я же уже Говорил Я плачу Второму Пять Ну Шесть Семь Восемь Девять Десять Могу Двенадцать Могу Двадцать Заплатить Если кто Умеет Снимать На двадцать Могу Двадцать Заплатить Но Таких Очень Мало Егор Привет Даниэль Тоже Итак С тремя Операторами Разобрались Можно Усилить Эту Съемку Можно Усилить Съемку Четвертым Видеографом Вот Усиливаем Съемку Четвертым Видеографом Это будет Скорее Всего Это будет Кран Вот Скорее Всего Это будет Кран Потому Что Если Из этих Ста Человек Двадцать Тридцать Сорок Постоянно Который Вам Улучшит Ваш Монтаж То есть Можно Усилить Съемку С помощью Крана Сватовства Добавив Четвертую Камеру Да Можно Это делать С помощью Крана Так Так Ну Уже Дальше Бывают Какие-то Персональные Видеографы Да Кто-то Допустим Кто-то Хочет Чтобы Там С мамой Или С отцом Был Один Видеограф Постоянно Ходил И От него Не отвлекался Да Там Какие-то Гости Постоянно К отцу Там Подходят И Клиенты Могут Попросить Чтоб Отца Постоянно Кто-то Снимал Это уже Вы берете Отдельного Человека Говорите Держи Камеру В направлении Отца И пусть Он его Только Снимает И все Бывают Такие Узко Задачные Клиенты Которые Хотят Чтобы Один Видеограф Постоянно С кем-то Таскался По съемке Это Вы Дополнительную Плату Берете За это И отправляете Да Это Потом Бывает Сложно Монтировать Не всегда Это Используется Да Эти кадры Вы же Не будете На протяжении Всего дня Показывать Этого Отца Который Там Постоянно С кем-то Здоровается И так Далее Вот Вы Просто Ищите Интересные Моменты Где Вы Можете Использовать Но Вы Возьмете Там За Дополнительного Оператора Который Проработал Весь День Да Поэтому Здесь Вот Уже Вот Такой Персональный Узкозадачный Видеограф Тоже Может быть Который Будет Отдельно Какому-то Человек Привязан И Все Вот Здесь Уже Усиливать Дальше Ничего Невозможно Вот Четыре Оператора На Сто Человек Это Максимум Если Вам Нужен Еще Один Значит Вы Просто Не Умеете Снимать Вот Поэтому Здесь Смысла Нет Предлагать Больше Количества Видеограф Вот Если Уже Будет Свадьба Побольше Там Или Мероприятия Побольше Там На Триста Четыреста Человек Там Да Тоже Мы Можем Уже Делать Тоже Можем Также Усиливать Допустим Съемку Определенным Количеством Видеографов Чтобы Они Друг Другу Не Мешали Давайте Сейчас Объясню Как усилить Съемку На Тысячу Человек На Тысячу Ну Пусть На Восемьсот Да Восемьсот Тысяч Человек Это Там От Пяти И Дальше Операторов И С клиентами Как Разговаривать Если Они Хотят На Эту Съемку Там Два Человека Да Вот Как Объяснить Клиенту Что Два Человека На Тысячу Там Гостей Это Маловато Вячеслав Привет Егор Очень Приятно Бузулух Это Где Итак У нас Есть Съемка На Восемьсот Тысячу Человек Обычно Это Свадьба Бывает Дни рождения Такие Большие Бывают Редко Поэтому Тысячу Человек Свадьба Что мы Делаем Клиенты Хотят Два Аператора Вы Объясняете Клиенту Сначала Что Тысяча Человек Это Очень Много Людей И Помимо Тех Основных Лиц Родственников Которые Вы Возможно Успеете Снять Будут Еще Какие-то Гости Которые Могут Не Попасть В кадр Если Для Клиента Очень Важно Чтобы Они Видели Всех Гостей Потом После Монтажа На Съемке То Вы Должны Им Это Объяснить То Вы Должны Объяснить Все Возможные Проблемы После Монтажа После Просмотра Вашей Двухкамерной Съемки На Тысячу Человек Вы Должны Объяснить Что Клиент В конце Увидит Потому Что Вот Мы Именно Это И Продаем Результат Вы Должны Потенциальный Результат Объяснить Клиенту Если Он С Этим Согласен Половину Гостей Не Увидеть И так Далее Вы Можете Взять Такую Съемку Сделать И Отдать Так Как Клиент Хочет Но Если Клиент Хочет Получить Хороший Результат Вы Должны Объяснить Что Хороший Результат Будет Зависеть Уже От Определенного Количества Операторов И Насколько Хороший Тоже Будет Зависеть И От Главного Оператора Если Два Человека На Тысячу Человек Это Как На Сватовсте Я Уже Сказал Тысячу Человек Один В центре Работает Постоянно Чтобы Не Упустить Ничего Второй Работает По Краю Уже Второй Вряд Ли Второй Сможет Подключиться В центр Потому Что Тысяча Человек Это Очень Много Пока Он Будет Обходить Там Будет Меняться Смена Там Люди Будут Приходить Уходить Какие-то Пожелания Снимать Ну У него Просто Физически Не Будет Время Вернуться Помочь Первому В центр Это Вот Когда Тысяча Человек На Свадьбе И Два Видеографа Глента Не смотрю Что такое Глента Валеком Салон Валеком Салон Гажи Итак Два Человека На Тысячу Человек То есть Два Видеографа На Тысячу Человек Это Будет Съемка Слабенькая Потому что Танцы Все будут Одноплановые То есть Там Не будет Смены Планов И Возможно Ну Планы Будут Длительные Там По Полторы По Две Минуты Один Непрерывный План Возможно Там Кто-то Страхосником Зрится Работать Да Но Опять Страхосником Работать Когда Тысячу Человек Вы Сами Понимаете Там Может 40 50 60 Человек Оказаться В центре Зала И Снимать Такой На Трохосный Стабилизатор Сомнительно Да Опять С Автофокусом Фокус Будет Гулять Что Фокус Не Гулял Им Нужно Будет Закрывать Диафрагму На 7 На 8 И Большинство Видеографов Которые Работают На Трохосных Стабилизаторах Они Работают С Нижней Точки Соответственно Когда 40 50 60 Человек Они Будут Снимать Только На 1000 Человек Очень Сложно Очень Сложно И Нужно Минимально Перемещаться По Центру Потому Что Вы будете Портить Кадры Своим Перемещением Опять Вам Нет Замены В Центре Поэтому Любое Ваше Перемещение Там С Моноплодом Это Брак И Вы Теряете Какие-то Кадры Вот Поэтому Сюда Нужен Третий Видеограф Обязательно То На Тысячу Человек Минимум Это Три Видеографа Минимум Чтобы Что-то Нормальное Или Более Чем Нормальное Получить На Тысячу Человек На 800 Тысяч Человек Три Видеографа Это Минимум Вот Поэтому Два Человека В Центре Они Да Могут Перекрыть Большую Часть Материала Там Будет Практически Все Вот Это Один Человек Если Он Будет Непрерывно Работать По гостям За кругом За танцевальным Кругом То Одному Человеку Вот Эти Все Гости Будет Достаточно Чтобы Один Человек Всех Снял Как Надо Хлопающих Смеющих С Эмоций Какие-то Обнимаются Целуются Пожелания Тасты Все Это Один Человек Делает За Танцевальным Кругом А Два Человека Которые Находятся В центре Они Работают С Монопода Опять Так же Как и на Сватасте Один Снимает Общие Ростовые Планы Второй Снимает Средний План Либо Если Круг Большой Один Идет В одну Сторону Второй Идет В другую Сторону И они Оба Снимают Общие Ростовые Планы Этого Будет Достаточно Опять Если Мы Вот Теперь Смотрите В чем Здесь Может Быть Загвоздка Проблема Проблема Возникнет Тогда Когда У вас Появится Большой Танцевальный Танцпол Когда Вы Получите 100 Человек На танцполе То есть В среднем Если Вы Камеру Поднимете На высоту Два Метра И Будете Снимать Танцпол Вы Получите Ну Человек 15 20 Вы Будете Четко Видеть Да В вашем Пламе Если Вы Камеру Поднимете Но На танцполе 100 Человек А вы Можете Показать Вот Близко К камере Ну Максимум 15 20 Человек И то Некоторые Будут По краям Кадра Да То есть Вот 10 Человек В центре Вы Как-то Можете Ну Внимание На них Сконцентрировать И вот Мы 10 Человек Во время Танца Будем Видеть Четко Хорошо Да Но На танцполе 100 Человек И тут Второй Оператор Вам Помогает Он Идет В какую-то Другую Часть Этой Танцплощадки И снимает Вот Другую Половину То есть Тут Уже Распределение Идет Один Снимает Одну Половину Зала Второй Снимает Другую Половину Зала Когда Пол Большой Никоим Образом Они Не снимают Разноплановые От нового Сюжета Они Снимают Потому что Нам нужен Объем Кто Танцевал 100 Человек Когда Танцуют Два Оператора Для съемки 100 Человек Даже Мало Будет Потому что Все Хотят Увидеть Кого-то Он Танцевал Он Танцевал Он Танцевал В любом Случае Вы Будете Там Панорамировать Каким-то Образом Да Потому что Удерживать 10 человек В центре Кадра Это все равно Мало Для Танца И вы За один танец Должны Максимально Больше Количества Людей Показать Причем С Хорошими Четкими Планами Или С медленными Панорамами То есть Вот Один человек Если 10 человек Может Снять Одновременно Да Там Где-то На общем Плане То Медленная Панорама Ему Дает Возможность Снимать 20-30 Человек За Танец Вот А у нас Есть еще Второй Оператор Вот Второй Оператор Снимает Другие 20-30 Человек И Таким Образом Мы Получаем Больший Объем Материала Который Захватывает Большее Количество Людей То есть Тут Не получается Что Мы Снимаем Одну Пару Да Если Танц Площадка Там Танцуют Две Пары Свадьба На Тысяч Человек Танцуют Две Пары Это Будет Редко Тогда Мы Можем Снимать Один Общий Другой Средний Но Когда Танцпол Большой Уже Никакого Там Соприкостояния Двух Операторов Там Не будет Потому Что Танцпол Большой Вам Нужен Больший Объем Людей Показать И Поэтому Два Эти Оператора Будут Снимать Абсолютно Разные Вещи Поэтому Здесь Опять Если Танцпол Большой Люди Постоянно Танцуют И Все Идет Непрерывно Без Никаких Пауз И так Далее То Это Будет Тоже Одноплановые Кадры То Вы Сами Понимаете Общие Ростовые Планы Для Каждого Оператора Если Танцпол Большой То Мы Здесь Не Можем На Средний План И Даже Переключиться То Есть Свадьба На Тысяч Человек Где На Танцполе Постоянно Там Сто Человек Танцуют Два Оператора В Центре Это Мало Их Достаточно Но Для Хорошего Результата Их Мало Фатима Как Я Тебя Могу Слышать Тут Все Слышат Только Меня Вы Можете Писать Вот Поэтому Здесь Когда Свадьба Идет На Тысячу Человек Поэтому Я Не Зря Говорил Что Здесь Необходимо От Пяти Операторов Свадьба На Тысяч Человек От Пяти Операторов И Больше Теперь Вот С Тремя Видеографами Мы Здесь Разобрались Что С ними Делать И Так Даль Когда Большая Свадьба Теперь Вот Это То же Самое Вы Должны Объяснять Клиенту Он Должен Понимать За что Он Платит Почему Так Нужно Много Видеографа Потому Что Многие Клиенты Смотря Допустим Видео Они Вообще Не Понимают Как Это Устроено Им Кажется Что Это Все Снял Один Человек Одного Человека Будет Достаточно Чтобы Снять Это Все То есть Они Результат Конечно Видят И Они Многим Так Кажется Они Жи Не Разбираются Видеосъемки Монтажи Им Кажется Что Это Все Снял Один Видеограф Или Два Хватает Бывает Там Звонят Два Достаточно Там Тысяч Человек Мне Хватит Короче Вот Клиенты Так Говорят Хотя Может Быть У них Есть Деньги Просто Вопрос В том Что Сможете Вы Объяснить Сможете Вы Адекватно Объяснить Да Что И Как Происходит На Своемощной Площадке Почему Нужно Больше Видеографов И Так Дальше Вот И Давайте Сюда В трехкамерную Съемку На тысяч Человек Добавим Четвертого Видеографа Четвертый Видеограф Это Всегда Кран Вот Четвертый Это Будет Кран И Кран Будет Как раз Снимать Вот Эту Всю Кучу Сверху Плавно Сверху На сто Человек И Даже В некоторых Планах Эти сто Человек Будут Видны Одновременно То есть Если Один Оператор Не Сможет Снять Все Весь Станцпол На сто Человек То Кран Это Делать Сможет То есть Он Может Уходить От Общих На Дальние Планы И При Этом Снимать Все Всю Толпу Сразу Секунду Поэтому Съемки На сто На тысячу Человек Четвертый Видеограф Это Кран Почему Я Почему И как Я предлагаю Кран Допустим Я всегда Говорю Если У вас Нет Дроном Заменить Нельзя Потому Что Работать Дроном В зале Будет Опасно Он Будет Отвлекать Людей Потому Что Он Издает Определенный Шум Вот И Люди Будут Постоянно Оглядываться Наверх Такие Планы Они Не Очень Хорошие Когда Люди Заглядывают К вам В камеру Да Поэтому Четвертую Камеру Кран Как мы Предлагаем Если Вы Самим Клиентам Объяснять Если Люди Активные Они У вас Танцуют Постоянно Любят Танцевать Все Знают Что Родственники Допустим Моя Родня Там Любит Танцевать Если Там Мы Пригласили Тысяч Человек Наверняка Танцпол Весь день Будет Полный Когда Людей На танцполе Много Они Стоят Близко Друг Другу То Снимать Какие-то Бывают Сложные Потому Что Тебя Постоян Кто-то Будет Толкать Двигать И так Далее Неудобно Но Снять Людей Которые Находятся В центре Танцпола Нужно А как Это Делать Это Можно Делать С помощью Крана Вот И Кран Дает Возможность Как Снять Дальний План Одновременно Весь Танцпол Потому Что Такой План Никто Не Может Сделать Так Кран Дает Возможность Вот С этого Дальнего Плана Налететь На Какой-то Центр Зала И Снять Какой-то 5-6-7 Человек В центре Зала Сверху Причем Когда Мы Снимать Будем Этот План Нас Никто Не Будет Толкать То Если Мы Попросим Видеографа Снять Такой План То Он Будет Снизу И Люди В Толпе Его Могут Притеснять Двигать И Далее И Вы Получите Нестатичный План А кран Никто Не Трогает Он Находится Выше Уровня Человека Он Спокойно Ровно Может Снять Эти Планы То Здесь Когда Мы Получаем Большую Танц Площадку И Она Бывает Полная Желательно Здесь Рекомендовать Работу Крана Кран Здесь Выполняет Такую Задачу Которую Никто Не Сможет Перекрыть И Вот Мы Каждый Раз Должны Добавлять Видеографа И Распределять На него Именно Ту Задачу Которую Никто Не Делает То есть Мы Когда У нас Есть Допустим Два Видеографа Они И Большая Танц Площадка Они Сильно Перегружены У них Нет Времени Переключиться На Крупные Планы Если Они Переключатся Они Могут Поочередно Переключаться Допустим Один Снимает Одну Половину Зала Панорамами Второй Снимает Другую Половину Зала Потом Один Может Перейти На Крупные Планы На Средние Планы Поснимать Минутку Средние Планы Потом Обратно Выйти На Общий Потом Этот Может Переключиться То есть Один Оператор И Общий И Средний Снимает Переключается Потому что Недостаточно Количества Видеографов То есть Здесь Тоже Мы Добавляем Когда Мы Добавляем Дополнительного Оператора Все Остальные Операторы Становятся Узкозадачными То есть Мы С них Нагрузку Снимаем За Определенный План И Теперь У них Узконаправленная Задача То есть Когда У нас Много Видеографов У нас Отдельно Один Снимает Крупные Планы Отдельно Человек Который Снимает Только Средние Планы Отдельно Человек Который Снимает Только Общие А когда У нас Один Видеограф Он Снимает За всех Он Снимает И Крупный Общий И Средний План Вот Поэтому Когда Мы Дополнительно Берем Еще Одного Оператора Нагрузка На всех Остальных Операторов Становится Меньше То есть И Перемещаться Бегать По залу Людям Нужно Меньше Когда Мы Берем Пять Человек Четыре Человек Или Пять Человек На Съемку Скакать По залу Все Вместе А то Что Вы Привыкли На Простых Свадьбах На Однокамерных Свадьбах Скакать Летать По залу Когда Пятикамерная Съемка Там Такого Не Происходит Чаще Всего Ваше Там Перемещение Это Десять Метров И У вас Определенно Определенный Тип Плана Будет На Съемке Поэтому Чем Задача На Видеограф Узконаправленная Задача У него Уже Идет И ему Нужно Меньше Перемещаться То есть Нет смысла Скакать Где-то Что-то Ловить Потому что Пять Шесть Операторов Они Могут Ну Если Правильно Распределить Работать Практически С одной Точки И отснять Все То есть Как Вы Видите Как Снимаются Там Футбольные Матчи Там Никто С камерами Не бегает Их Там Каждого Свой План Все Они Стоят На Месте И Весь Этот Футбольный Матч Они Стоят На Месте То есть Чем Больше Оператора Тем Меньше Движение Требуется У каждого Оператора Ему Достаточно С одной Точки Просто Выполнять Собственную Задачу Вот Поэтому Четвертым Видеографом На Свадьбе До И Третий Ну Четвертый Получается Оператор Работает На Кране Вот Это Оптимальное Количество То есть Если Три Оператора На Тысяч Человек Это Мало То Четыре Человека На Тысяч Человек Это Оптимально Это Нормально Но Нехорошо Исхак Привет Итак С четвертым Видеографом На Свадьбе До Тысяч Человек Я Уже Объяснил Это Работа Крана Работа Вот Этих Кадров Которые Могут Работа Крана Который Может Залетать В Круг Вот Брать Людей В Центре Танцпола И При Этом Сохранять Статичные Какие-то Кадры Да Вот Поэтому Кран Здесь Для Танцпола Для Большого Танцпола Для Активных Активно Танцующего Народа Кран Тут Нужно Рекомендовать Обязательно Пятый Видеограф Что Будет Делать Пятый Видеограф На Этой Съемке Вот Пятый Видеограф Уже Будет Отвечать За Средние Крупные Планы В основном За Средние Шестой Наверное Будет Отвечать За Крупные Пятый За Средние Будет Отвечать Как Снять Секунду Сейчас Зарядку Подключу Так Итак Берем Пятого Видеографа И Вешаем На него Техническое Задание За Который Будет Отвечать За Средний План То есть Если У нас Уже Есть Большой Танц Пол На 100 Человек У нас Есть Кран Который Снимает Общие Дальние Планы Соответственно Уже Общие Планы От Нижних Видеографов Не Требуются Нижние Видеографы Если Общий Дальний Снимает Кран И Если Он Работает Хорошо При Этом Я Сейчас Распределяю Задачу С учетом Что Если Человек Работает Хорошо Если Он Работает Не Хорошо Опять Кто-то Должен Перекрывать Помогать Делать Одно И Тоже И Так Далее Если Человек Работает Хорошо Итак Если Кран Снимает Общие Дальние Планы У нас Есть Транспол На 100 Человек Мы Берем Еще Остаются У нас Два Видеографа В центре Они Снимают Ростовые Планы Уже Не Общие Общие Уже Нижние Видеографы Не Снимают Снимают Ростовые Планы Причем Ростовые Планы Они Могут Уже Спокойно Перемещаться Потому Что У нас Есть Всегда Какой-то План Общий Дальний На Который Мы Можем Переключиться С любого Ростового Плана То есть Снимает Кто-то Общий Дальний То есть Кран Снимает Общий Дальний А нижний Оператор Снимает Ростовой Мы В любой Момент Можем Переключиться На Кран И Вот Этот Человек Который Снимает Ростовой Может Переместиться Снимать Ростовой С другого Плана Опять нижние двое уже начинают снимать 100 человек опять они снимают абсолютно разную кучку людей и этот снимать свою половину зала и этот потому что людей слишком много нет смысла перекрывать там одинаковые планы снимать поэтому два видеографа они работают в разные стороны снимать ростовые планы и вот сюда мы добавляем еще одного видеографа который будет работать уже по целиком по залу и снимать по центру зала и снимать уже средние планы вот то есть кран снимает общий дальний человек который снимает ростовой одну половину зала и второй человек снимает ростовой вторую половину зал и и третий человек уже в центре он будет снимать средние планы и здесь есть очень тонкий момент да как правильно нагружать и разгружать центр зала когда станцует 100 человек вы можете все выйти в зал и вы не будете друг другу попадать в кадр когда в центре зала танцуют 10 человек соответственно 10 человек нет смысла снимать четырьмя камерами это просто глупо поэтому здесь нагрузку надо вот я вижу иногда кто-то четырех видеографов наймет и там одна пара танцует допустим чеченская свадьба и все четверо снимает одну пару это глупость самая настоящая глупость нет смысла снимать это же не концерт да это вот концерт у нас все внимание там на центр до танцплощадки и вот в концертах можно снимать там 56 операторов снимают одну пару на концерте а здесь свадьба у тебя ну достаточно других сюжетов на стороне чтобы не заниматься ерундой и не снимать допустим четыре видеографом одну пару то есть на свадьбе вы можете распределить внимание по другим каким-то сюжетом чтобы не снимать четвером одну пару поэтому вот четыре человека снимают центр зала только если там 100 человек да они могут снимать двое снимают ростовые планы в разных половинах один снимает общий дальний на экране и один снимает средний может быть где-то крупные планы вот тогда они не будут эти планы идентичными ни в коем случае ни у того ни у того ни у того и одинаковыми планы не будут они будут усиливать друг друга то есть мы получим людей с одной части зала другой части зала общий весь зал и какие-то круп крупные средние планы выборочные выборочные планы тоже не делаются беспорядочно вот запомните опять вот это все внимание которым мы концентрируем на танцплощадке мы можем сконцентрировать на определенном на определенном группе лиц то есть если у вас есть 100 человек танцующих в зале и если есть допустим родители которые вышли в какой-то круг до какую-то часть зала если есть там родители танцующие то соответственно внимание вот если вы знаете что родители постоянно не танцуют да они вышли там один из потанции вы должны переключиться потому что это семейный свадьбе свадьба это семейный праздник и это важнее чем все остальное это может длиться там две-три минуты а все остальное будет длиться там пять часов до поэтому здесь тоже нужно быть достаточно наблюдательным чтобы вот из этой всей толпы извлекать важные какие-то кадры интересные важные моменты поэтому когда вы смотрите целиком на весь этот танцпол вы из этого танцпола то есть вот каждый оператор должен понимать что он не должен снимать то что снимает другой он должен снимать планы нужные и важные если допустим в в той половине зала где снимает оператор расовые планы есть какие-то дальние родственники и близкие вы должны приблизительно знать да иерархию где там дальние где близкие где просто друзья где там двоюродные братья сестры вы должны быть ближе к важным родственникам да в своей половине зала вы должны больше внимания уделять именно важным людям не равномерно всем одинаково время вы выделяете а именно больше выделять времени важным людям понятно что стоять возле них там полчаса не стоит да потому что если в вашей половине зала там 50 человек вы единовременно можете показать там ну 6 человек более-менее до ростовым планом поэтому в любом случае вам придется панорамировать там перемещаться и так далее и постоянно стоять вот с важными людьми рядом не стоит поэтому здесь тоже нужно уметь вот из всей толпы выделять определенную группу лиц которые для праздника имеет большее значение чем но все остальные да потому что есть просто какие-то дальние родственники есть просто какие-то гости которых там пригласил один человек и он только он его знает до этого гостя больше его никто не знает соответственно в конечном монтаже этого гостя тоже должно быть видно поскольку поскольку не стоит пол свадьбы показывать гостя который знает которого знаю только там допустим брат жениха и все вот вы это тоже должны понимать здесь тоже нужно умелое управление потому что я иногда замечаю что видеографы там что-то кто-то снимает ну если я в зале сижу допустим да на чужой какой-то свадьбе вот а там бабушка вышла один раз потанцевать ее никто не снял там родители вышли один раз потанцевать никто даже не попытался не заметил этого да хотя вам потом могут предъявить ну раньше такое часто было часто редко какие-то претензии люди высказывают но частности мне да раньше было там вот бабушка у нас танцевала вы не сняли а как свадьба большая я за всеми успею ну вот такая отмазка у нас раньше была свадьба большая я за всеми не успеваю да я же снимал и я же не сидел в этот момент вот я снимал что-то поэтому здесь нужно быть вот главный оператор за эти моменты должен отвечать за то что видеографы будут снимать именно важный момент вот и вот этот когда уже танцплощадка у нас и 100 человек там разгружается 50 человек допустим остается в центре до или 40 человек остается в цен вот там уже три оператора в центре необходимости нету да то есть есть кран есть снизу ростовой план и можно добавить средний план то есть два человека снизу один сверху на 50 человек вот так выше крыши а четвертый оператор который помогал снимать большую толпу средними планами он может переключиться на певцов и музыкантов которые ну поют и танцуют откуда звук идет вы можете переключиться отдельно певицу поснимать и так далее так далее вот все можно делать там да то есть вот этот четвертый оператор который помогал центром может переключиться на музыкантов певцов тогда также также этот видеограф 4 он может снимать не только их допустим там может быть как это инструментальная композиция или фонограмма звучать когда нет никого поющего да что делать четвертом оператор обычная четвертого оператора уже когда количество людей в центре становится меньше чтобы 4 оператор не мешал другим не попадал в их кадр я его закидываю за первый ряд сидящих то есть вот если мы имеем центр зала в то по кругу будут сидящие и вот за первым рядом сидящих он может стрелять в центр зала максимально крупными планами то есть какой там у него объектив 24 105 вот на 105 миллиметров он будет снимать за первым рядом почему за первым рядом чтобы когда нижний оператор снимает ростовые планы с любого ракурса чтобы этот оператор не стоял напротив него чтобы он был далеко до за людьми за столами вот четвертый оператором может снимать музыкантов певцов и снимать за первым рядом в направлении центра зала вот это будет правильное распределение задач которую вашу съемку лучше любое другое распределение которую вы можете придумать она может либо ухудшать вашу съемку либо вообще не ни к чему хорошему не приводить поэтому всегда нужно понимать каждый за что должен отвечать задачи при этом могут меняться вот смотрите обычно это происходит так двое в центре ну в среднем двое в центре один на кране до танцует одна пара три человека не должны снимать одну пару я обычно так делаю три человека одну пару никогда не снимает одного оператора хватает ну кран постольку поскольку в любом случае будет снимать но снизу одну пару будет снимать только один человек этого будет достаточно сверх меры не стоит туда еще двоих подключает средний там кто-то ноги будет снимать и так далее будет достаточно одно поэтому когда одна пара танцует в центре вот этот второй оператор который в центре был постоянно вот он может тоже переключиться на музыкантов певцов и тогда а 4 может переключиться на сидящих на смотрящих на хлопающих на жениха и невесту тогда всегда есть что снимать я всегда разгружаю центр чем меньше людей людей в центре тем меньше видеографов тоже должно быть в центре то есть вот с увеличением получается танцплощадки количество видеографа тоже может наполняться да вот это будет правильно потому что четыре видеографа снимают одну пару или одного толстующего это это выглядит странно даже со стороны это выглядит странно я вот эту перегрузку часто вижу на на свадьбах что там один толстующий с микрофоном там и жених и невеста и четыре человека в центре стоять что-то там снимает неправильно распределяем задачи поэтому больше трех операторов центра вот рядом у меня никогда не стоят я всегда за этим наблюдаю третье два оператора в центре могут быть они могут стоять рядом они могут снимать разные планы даже стоя рядом они могут снимать разные планы 3 видеограф центре никогда не будет находиться если в центре не появится там 60 70 человек танцующих 3 видеограф центре никогда не появится и не в одном плане другого оператора вот этих двух операторов которых центре снимают ни в одном их плане 3 оператор появится не должен который снимает средний план прошел он может снимать певцов и музыкантов и он должен находиться за первым рядом сидящих поэтому как бы не снимали эти два оператора в центре это 3 оператором всегда за кругом находится и он никогда не попадает к ним в кадр вы за этим тоже должны наблюдать только если там 100 человек появится 3 оператор может прийти уже потому что за первым рядом если он будет снимать там будет только спины видны ему нужно уже подключиться где-то поднять камеру сделать наезд и снимать там какие-то средние планы крупные планы тогда вот наталья привет рустам тоже здорово вот поэтому есть много технических моментов и вот этот на какая на съемка это как живой организм за это не не когда ты там до свадьбы всем объяснил что надо снимать вот так вот так вот так и все мы снимаем да это все может меняться плавно если на танцплощадке скучно я могу одного оператора отправить снимать что-то другое да если там музыкантов никто не снимает я могу отправить снимать музыкант то есть если люди танцуют скучно вот стоят вот так и вот они всю песню там или два-три танца вот так стоят и ничего вот реально эмоции никаких выплеска эмоций в центре нету да нет смысла с четырех камер вот это показывает тоже это скучно не интересно да поэтому чтобы разбавить эти планы вам нужны какие-то интересные сюжеты со стороны свадьба тысяч человек вы должны искать какие-то интересные моменты вот в первую очередь мы переключаемся на музыкантов это на и певцов то есть если что-то скучное происходит в центре мы больше показываем музыкантов и певцов да то есть больше перебивок переходов на музыкантов идет если в центре достаточно активно люди танцуют все интересные эмоции там и так далее мы можем редко переключаться на музыкантов это уже технический момент по монтажу снимать вы должны это это постоянно переключаться вы должны уже по вот нагрузки если интересное что-то происходит в центре если поющие это не родственники больше показываете центр если в центре скучно и однообразно идет тогда можете больше переключаться на певцов чтобы вот этот видеоряд которого потом непрерывно покажете чтобы он смотрелся ну более-менее средненько да если свадьба была скучная вот как клиенты всегда хотят они хотят видеть свадьбу лучше чем она была на самом деле это с одной стороны немножко странно да вы можете пределить как если ваша свадьба была скучная как я могу сделать веселой я же не могу это с другой свадьбы танцы туда добавить и так далее да но это сделать можно за счет монтажа за счет правильного переключения точки внимания человека да то есть если человек находился постоянно в центре ему было скучно там было не интересно сам человек присутствующий на свадьбе да ему свадьба показала скучно и потому что он видел постоянно вот этих нудных танцующих людей для него свадьба запомнилась скучно и да но видеограф то есть вот эта команда видеографа она же управляет вниманием переключением внимания человека поэтому здесь мы можем улучшить свадьбы только за счет переключения на какой-то более интересный или другой какой-то план и человек уже который допустим тот же человек который в центре был ему казалось все скучно мы его мнение о свадьбе можем изменить когда мы будем больше переключаться на певцов они там зажигают что интересно то есть общее впечатление у него станет уже не таким скучным как это было на самом деле как он запомнил эту свадьбу поэтому клиенты всегда хотят видеть лучше чем было на самом деле вот чисто за счет правильного монтажа вы должны этот скачок сделать свадьба была скучная но ты снял все правильно и смонтировал и в конечном итоге она оказалась лучше чем было на самом деле в алейкум салам арсен солонков тоже привет вот если снимают если танцуют все в куче в центре как ты снимаешь эти моменты дискотеки тут важно чтобы важно чтобы экран допустим да чтобы он мог вот залетает вот этот центр и если уж сильно плотно люди танцуют друг другу то снимать в этой толпе бывает сложновато поэтому нужен какой-то видеограф либо который будет сверху на зуме снимать центральную часть до которые до которые трудно добраться либо либо должен быть кран который будет залит от вот эту центральную часть чтобы снять людей до которых не добраться да если у нас крана нету если съемка на зуме тоже будет иногда скучно а то и потому что съемка на зуме она сжимает пространство то есть и на 70 200 вы будете снимать постоянно издалека какой-то центр зала он сжимает пространство и вы постоянно зажаты получаете то есть вы не видите вот этот объем реальное расстояние между людьми вы не видите вам у вас ощущение когда на 70 200 вы снимаете толпу что они еще ближе находятся то есть здесь тоже вы должны правильно распределить вот это ощущение человека если вы будете постоянно на 70 200 все планы если снимать на 70 200 допустим у нас нет других объективов у нас 4 видеографа все снимают на 70 200 и минимальный угол это 70 миллиметров то вы получите максимально зажатую свадьбу где все люди будут находиться друг другу по ощущениям в кадре вам будет казаться что они находятся ближе друг другу чем она есть на самом деле и вы получите такую зажатую съемку и глаз человека в меньшем количестве кадра сможет расслабиться то есть не будет свободного пространства где глаз может расслабиться то есть постоянно будет вот ощущение близости людей они будут постоянно в толпиться в кадре и так далее вот этот 70 200 он вот это сжимает пространство и наблюдать за таким пространством долго бывает сложно поэтому нам нужно вот правильное распределение вот этой правильная разгрузка кадра а разгрузка кадра в этот момент когда толпа танцуют разгрузка кадра будет какой-то общий план или сверх общий план да обычно я как снимаю такие моменты понятно что 70 200 до стоит туда куда никто не доставит но это будет зажатый план его ты долго показывать не сможешь да поэтому здесь мы берем какой-то 35 миллиметров или 24 миллиметра мы идем в толпу обычная вот так камеру держу при себе вот так она передо мной экранчик там развернут я зажимаю локти чтобы меня то есть вот так если я буду снимать меня больше будет дергать я зажимаю локти держу камеру держу максимально статично без монопода без ничего потому что там часто бывают руки локти для съемки мешает и вам нужно будет медленно опустить поднять и потому что поэтому здесь монопода в толпе с монопода бывает снимать сложно да особенно дискотеку поэтому мы снимаем тут только с рук максимальная стабилизация там матричная стабилизация на объектив все включено потому что снимаем с рук идем в толпу и вот мы заходим в разные там отверстия между рук между ног снимаем эти планы максимально вот здесь когда мы будем снимать общими планами в толпе да то есть вроде толпа в люди вроде люди находятся близко друг друга но за счет объектива мы получаем больше объем пространства и мы вот этот то что нагрузка была на 70 200 люди слишком близко друг друга все толпятся мы когда показываем шириком в толпе на 16 миллиметров мы показываем там расстояние между людьми увеличивается чем она есть на самом деле вы получаете расстояние между людьми больше то здесь визуально для человека разгрузка увидеть вот этот план да с помощью широких углов в толпе ты получаешь дисторсию ну вот этот растянутые головы и ноги и так далее по краям до кадра ты получаешь дисторсию но вместе с дисторсией ты разгружаешь человеку мозг получаешь реальное расстояние между людьми увеличивается и вот ощущение что ты в толпе у него уже пропадает потому что ты снимает на 16 миллиметров там расстояние между людьми больше и уже вот этот который с других камеров кажется что люди слишком близко друг другу танцуют на 16 миллиметров толпе ты показываешь что вот разгружаешь вот эту нагрузку на кадр у тебя более широкий план то более больше свободного пространства в кадре которые не задействованы да но как у меня сейчас видите вот здесь ничего не двигается да и вам легче наблюдать за мной одним да потому что половина кадра не двигается ну двигается только вот моя рука и вот эта часть а там 70 процентов кадра не двигается вот тогда такими планами легко человеку воспринимает наблюдает оценивать и тогда потом когда вы снимаете на 16 или 24 миллиметра заходите в толпу и пытаетесь какой-то статичный план более-менее передать то здесь вы разгружаете человеку мозг тем что вы увеличиваете расстояние между людьми вот это тоже бывает очень важно я уже сказал если вы все на 70 200 будете снимать это будет напряженное видео все будет слишком зажата люди будут близко друг другу и вы не дадите человеку расслабиться потому что практически 70 процентов кадра у вас будет вот так двигаться на 70 миллиметров потому что вы не сможете захватить больше верха больше низа и так далее будет сложно это делать поэтому планы на зуме они всегда бывают более загруженные и их нужно показывать меньше потому что на 5 меньше в каком смысле эмоциональные кадры можете показать крупно они лучше передают эмоции да но все остальные кадры нежелательно крупно показать если них никаких эмоций ярких выражений человека нету смысла показывать эти планы крупно нету вы можете на средние планы пока переключиться на ростовые или общий планы планы в этих момент поэтому здесь вот такое распределение идет и съемка с правильной передачей вот ощущение пространства это вообще другая тема это вот как я говорил есть базовые вещи да там общий средний крупный план там по монтажу монтаж по соколову там 6 планов знаешь все ты хочешь супер оператор да это все базовые вещи управление фокусом в управление фокусом есть куча нюансов о которых многие даже не знают не слышали никогда да но чтоб правильно фокусироваться даже когда ты плохо видишь нужны мозги ты плохо видишь но тебе нужно правильно сфокусироваться и для этого нужен всего лишь мозг и знания большинство это эти вещи не используют то есть мы можем говорить о базовых каких-то вещах мы можем говорить о каких-то сложных вещах и вот если мы школу откроем вот там будут именно такие вещи да сначала база все как положено как надо а потом уже будем прямо в лес болото и доставать какие-то тонкие моменты которые будут отражаться на вашей съемке вот поэтому вместе с тем что вы просто умеете правильно там переключаться с плана на план вот правильно распределять задачи вы еще должны понимать общую нагрузку на глаз человека какая будет общая нагрузка на глаз стоит какое количество планов каком процентном соотношении у вас должно быть в конечном итоге на вашей свадьбе да сколько должно быть общих планов сколько должно быть ростовых планов сколько должно быть крупных если вы 50 процентов крупных планов сделайте на вашей свадьбе то это будет во первых это будет сложно снимать и чаще скорее всего там будет больше косяков потому что снимать крупные планы сложнее и это будет напряженная всем и скорее всего большую часть праздника вы не покажете потому что с крупным планом наблюдать за всеми и воспроизводить кто где находится бывает сложно поэтому тут замешательство вы человека ведете если 50 процентов ваших кадров будут крупными планы поэтому это уже чисто вы ориентируйтесь на визуальное восприятие да вы все распределились все сняли как надо все снимали непрерывно у вас есть в любой план в любой момент времени но конечный итог тут зависит от того как и насколько часто вы будете переключаться насколько правильно вы будете переключаться на каждую камеру да есть смысл сейчас данный момент на эту камеру переключаться усилит она ваш сюжет или не усилит в общем в общей сумме она будет как-то отражаться на ваши съемки на восприятие от снятого материала или не будет вот вот за этим уже будут будут отвечать и сам монтажер ну конечно там на съемке вы тоже главный оператор это все должен предполагать каким будет конечный итог и как сделать свадьбу на самом деле лучше чем она была вот за счет монтажа съемку допустим мы сделали все четко правильно и так далее со съемка проблем нету вот а конечный результат большей части может зависеть от вашего монтажа одну и ту же свадьбу х одну и ту же хорошую съемку вы можете смонтировать хорошо можете смонтировать плохо свадьба может быть хороший и плохой независимо от того чтобы снять вот поэтому правильная вот работа на съемочной площадке и правильный монтаж вне съемочной площадке это работа одного человека должна быть работа одного человека только тогда только в этом случае вы получите гарантированно хороший результат когда человек который управляет видеографами у него есть какая-то картина и он хочет эту картину правильно показать на монтаже только вот этот человек сможет правильно смонтировать которую управляет всеми видеографами только он сможет правильно смонтировать потому что он распределял задачи допустим слишком скучно иди туда слишком большая площадка иди сюда вот он это делал с пониманием того каким будет выглядеть конечный монтаж поэтому только вот этот человек может правильно смонтировать съемку понятно что любой другой оператор который находится там в центре площадки да он этого всего не понимает вот допустим я когда управляют другими операторами они даже иногда не понимают почему они так делают почему один должен быть здесь а другой там почему он должен с мы такой план а они не знают но это как вот управление масонами до 33 градус знает всегда больше чем 32 32 всегда знает больше чем 33 да вот это что знает самый верхний не знает никто внизу вот то же самое здесь до главный оператор всегда знает больше всех остальных он более наблюдательный он всеми управляет они даже работая на танцевать даже если они хорошо работают они могут даже не предполагать какой будет конечный результат они могут даже но умение представить конечный результат это наверно самое важное умение представить конечный результат я знаете сейчас как работает я сейчас не переключаюсь у любой угодный для меня момента я снимаю какой-то план у меня в голове идет монтаж я вижу кран я вижу 2 оператора я снимаю какой-то план да я делаю монтаж а мы переключились на кран потом бах мы переключились на эту камеру там мы переключились на мой я слушаю музыку я слушаю музыку и я в голове у себя делаю переход на другой план то есть по музыке музыка какая-то закончилась ну какой-то такт музыки закончился я еще секунды полторы могу выдержать потом я остановлю и я знаю что в монтаже до конца моего плана я сделаю переход на другую камеру так никто не снимает так ну на самой танцплощадке в голове никто ну мало кто такие такие вещи делать это делают только подготовленные люди и я могу представить себе хороший хороший этот результат уже в голове до того как я начну монтировать и конечно это зависит от близости оператора насколько вы хорошо друг друга знает есть видеограф у которых я очень хорошо знаю я уверен за их не планы да я даже могу не оборачиваться на их сторону я просто жестами им команды даю я знаю они снимут то что мне надо и уже я на самой съемке и уже точно знаю что я снял супер круто и будет зависит наверно только вот настроение с которым я приду на монтаж если настроение будет хороший хороший монтаж это тоже не исключено до 5 на стенке мы можем снимать если у нас настроение хорошее может все-таки люди да если у нас настроение хорошее позитивное мы можем быть более внимательными более активными искать более лучшие планы а если нам на съемки скучно мы можем где-то застрять там на две-три минуты вот и это тоже часто отражается на видеографов настроение то настроение самой свадьбы может отражаться на видео конечно с этим нужно бороться то есть в любом случае вы должны выдать хороший результат чтобы не было там хорошая плохая там кто-то подрался без разницы результат у вас должен быть хорошим любом случае вот приблизительно приблизительно я вам объяснил как и что происходит на съемочной площадке что делать с командой как увеличивать количество операторов на съемочной площадке и как взаимодействовать на съемочной площадке вот более подробно если вы хотите на эту тему услышать мои рекомендации есть старое видео на моем канале называется снимай как профи вот там достаточно подробно я не знаю не помню уже 23 часа там очень подробно на схеме я объясняю каждому оператору что делать куда идти откуда снимает какими планами снимает там прям все есть вот для тех кто хочет управлять большой командой это наверно видео номер один потому что таких видео я на это вы не видел кто так схематично объяснять показывать как снимать большие свои вот если у вас есть какие то вопросы по съемке по многокамерной съемки задавайте спрашивать я отвечу эдик привет матлюба привет привет ты стулой привет привет опаздывайте эфир почти закончился смотрите запись для тех кто управляет многокамерной съемкой это полезная трансляция не пожалеете все хорошо матлюба есть у вас вопросы по многокамерной съемки если нет мы завершаем эфир и расходимся до новых встреч меня зовут айнуддин айнуддин так из краснодара привет из кубани привет еще один момент который вы можете получить на многокамерной съемки то есть главный видеограф управляет всеми остальными до наблюдает и за количеством и качеством работы других операторов он должен перекрывать соответствующие кадры да допустим кого-то батарейка села он снимает какой-то важный момент соответственно если два человека в центре второй должен снимать более важный план если один снимал то стоящих 2 снимал допустим жениха и невесту то если снимающий то стоящего не батарейка закончилась ему или там что-то случилось этот который снимал жениха и невесту он должен переключиться на то стоящего поэт потому что именно в этот момент важнее говорящий говорящий кадры всегда важнее смотрящего и думающего этом со стороны тогда поэтому здесь нужно переключаться и вот главный оператор если кто-то свою задачу не может или не умеет правильно выполнить тут так получилось да мы собрали группу людей объяснили а на самом деле человек не работает занимается ерундой то да могут быть проблемой и вам придется вот главному видеографу перераспределять задачи да то чтобы один заменил другого выполнил его задачу тогда ведь спасибо и вам тоже что смотрели кирилла все хорошо у нас все очень хорошо ладно всем спасибо большое за просмотр спасибо что смотрели задавали вопросы а если у кого-то будут останутся какие-то вопросы можете в комментариях к этому к этой трансляции написать и я стараюсь отвечать на все вопросы которые мне задают спасибо всем пока